Не улица, а стройплощадка. Вдоль обочин работают экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. Повсюду ограждения, бетонные блоки и знаки, запрещающие проезд. С этого дня движение на улице 40 лет победы стало еще более сложным. Из-за реконструкции теплосетей, примыкающие к ней в районе 52-го комплекса дороги, перекрываются. Бывал на месте, выяснил пути объезда и как долго продлятся неудобства Егор Орлов. Ледяные наросты вокруг участка дороги шириной несколько метров – результат потери огромного количества энергии, которая должна обогревать дома, а не асфальт, под которым проложен трубопровод номер 320. После его реконструкции такого не будет за счет улучшенной изоляции теплотрассы, а больший диаметр трубы позволит спокойно застраивать дальше северо-восточную часть города, за проспектом Ешлег. К тому же теплотрассу немного приподнимут, ведь на глубине – грунтовые воды. Жидкость необходимо откачивать, но так как часть тепловода находится под проезжей частью, примыкающих к улице 40 лет победы дорог, без временных неудобств с кеме движения не обойтись. Первые ограждения, связанные с этой реконструкцией, появились уже сегодня. Знак, гласящий о том, что движение по бульвару Голиаскара Камала заканчивается тупиком. У улицы 40 лет победы уже установлен на местной дороге вдоль проспекта Московского. Сначала движение перекрывают вот таким временным пластмассовым ограждением, а потом его заменят на металлическое. Работы на данном участке продлятся с 17 июля по 5 августа. Чтобы попасть в жилые дома и здания, расположенные на бульваре Камала, придется сделать круг по автозаводскому проспекту и заехать со стороны Московского. Срезать через арку дома 52-13 не получится. Все дороги ведут в тупик. Кстати, это единственный проезд во двор девятиэтажки, и его также скоро перекроют. «Будем сделать временную дорогу, будем потом перекрывать проезд вот этот. Как сделаем временную дорогу? С понедельника, наверное, уже скоро будем перекрывать. Неделя уйдет. Потому что нам надо будет подготовку сделать бетонную, потом лотки выстоять, трубу монолитную все заливать, время занимает». В общем, все неудобства с проездами и дорогами, связанные с реконструкцией трубопровода, ненадолго, говорят энергетики. Максимум три недели. Но на улице 40 лет Победы движение затруднено было и до их появления. Строительство капитальной канализации для 65-го микрорайона и всей северо-восточной части города все еще продолжается. Конца и края, как говорится, не видно. Дорогу тут перекрыли еще 18 мая. Тоже обещали, что ненадолго. Планировали управиться до конца июня. По-прежнему остается закрытым и участок улицы 40 лет Победы. От автомойки до трамвайных путей в направлении проспекта Ешлег. И в отличие от своих коллег, которые реконструируют трубопровод, здесь никакие работы в праздник не ведутся. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.